Привет, свой дорогой друг! Если ты попал на это видео, значит ты хочешь сделать себе клевую и классную обложку. Что ж, мы не будем тянуть. Поехали! Для начала давай создадим с тобой проект. Он должен быть шириной в 5000. Пишем сюда вот 5000. И высотой тоже 5000. Окей, все, мы это сделали. Создаем файл. Так, и появляется у нас такое вот окошечко появляется у нас. Что же дальше? Хм, нам нужны материалы, ребята. Да, нам нужны материалы, сейчас я покажу, что мы будем сегодня использовать. Итак, я вот захотел сейчас добавить свою фотографию на обложку. И давайте сейчас выберу фотографию, абсолютно любую. Желательно, чтобы там был годный фон. Допустим, чтобы его было удобно вырезать впоследствии. Давайте я выберу, наверное, вот эту фотографию. Да, мне это очень понравилось. Сохраняем. Далее нам нужно будет вырезать фон. Ссылку на этот сайт я оставлю в описании, потому что он является одним из самых лучших. Закидываем нашу фотографию. Все, отлично, загрузка. Ждем. Все, отлично, наша фотография загружена. Нажимаем скачать. Все, скачано, отлично. Далее ищем рандомный фон. Мне, допустим, понравился вот этот вот, да? Нажимаем сохранить как, опять же. Сохраняем. Все, отлично. Итого у нас получилась фотография и фон. Переходим в Photoshop. Дальше ищем наши файлики. Вот наш фон. Перекидываем сначала фон. Делаем это так вот. Дальше. Нажимаем зажатым шифтом. Мы Зажатым альтом Мы Делаем вот такие вот манипуляции. То есть растягиваем на Всю площадь. И дальше вот шифтом Делаем вот таким вот Нехитрым способом Растягиваем наше изображение. Нажимаем два раза. Все, отлично. Фон у нас добавлен. Как мы видим, что он черно-белый, да? Дальше. Нам нужно добавить вырезанную фотографию. Так, нашли нашу вырезанную фотографию. Отправляем сюда же ее. Отлично. Все, как видите, фотографию добавлено. Растягиваем. Примерно Ну вот столько вот. Да, хватит вот столько вот. Двойным сжатием. Что мы видим? У нас черно-белый фон И цветная картинка. Но это можно легко исправить. Для этого нажимаем изображение Коррекция Черно-белое Та-дам, ребята, все. Видите, как видите, у нас все поменялось. И максимально регулируем. Так, чтобы картинка вписывалась в наш фон. Вот так, мне понравилось. Окей. Нажимаем окей. Все. Теперь у нас и фон, и картинка наша черно-белая. Все, отлично. Дальше нужно добавить текст. Для текста я выбрал шрифт Roland Range. Это, по-моему, самый офигенный шрифт, который вообще можно было придумать. Вот. Ссылочка на него, конечно же, ребята, я оставлю в описании. То есть, все будет нормально. И добавляя наш текст, допустим, давайте, не знаю, напишем туман. Почему бы нет? Как вы видите, у нас все отлично написалось. Далее предлагаю поменять цвет нашего текста. Для этого мы не будем использовать палитру, а всего лишь зайдем на этот сайт, который я тоже оставлю в описании. Найдем здесь черный цвет. Все отлично нашли. И видим цвета, с которыми он сочетается. Допустим, мне вот это понравилось. Давайте этот возьмем. Переходим в наш фотошоп. Выделяем наш текст. Нажимаем вот на это окушечко. А дальше. Вставляем вот в это окно скопированный заранее номер нашего цвета. Нажимаем ОК. Как мы видим, цвет поменялся. Теперь я хочу, чтобы текст был за нашей фотографией. Как это сделать? Все очень просто, ребята. Сначала мы перемещаем наш текст вот сюда. Вот так вот, немножечко, прям буквально. И просто помещаем его под нашу фотографию. Отлично. Теперь мы видим, как наш текст стоит сзади нашей фотографии. А наша фотография находится на главном фоне. Чтобы наша обложка была сочной, нам нужно добавить цветокоррекцию. Ссылку на эту цветокоррекцию я оставлю, ребята, в описании. Вот так вот она выглядит. И давайте подберем. Понравишься? Вот мне понравилось вот это вот. И что мы дальше делаем? Да просто перетягиваем сюда вот и все. Отлично. Как вы видите, у нас цветокоррекция поставлена. И теперь можно будет дальше работать. Как мы видим, что у нас осталось только нашей черно-белой фотографии. Чтобы это исправить, мы просто берем вот этот слой и закидываем после нашей цветокоррекции. Оп, все готово. Теперь я хочу размыть много фон. Для этого мы нажимаем фильтр, размытие, размытие по гауссу и ставим примерно четверочку. Нажимаем ОК. Фотографию обработал. Все отлично. Как мы видим, у нас немножечко такой блюр появился. Следующим шагом я хочу объединить все наши слои в одно. Для этого мы нажимаем Ctrl-Alt-E. И как мы видим, у нас появляется новый слой. А чтобы наша обложка не казалась такой скучной, давайте выберем текстуру старой фотографии. Вот эта мне понравилась. Сохраняем ее. И перетаскиваем на наш проект. Дальше мы должны ее растянуть. Нажимаем Alt. И растягиваем. И вот таким макаром. Нажимаем два раза. Далее вот здесь сверху окошечка будет. Нужно нажать экран. И непрозрачность 27 давайте уже оставим. Чтобы наша текстура так сильно не выделялась, нам нужно ее сделать за цвет корс. Все отлично. Еще я хочу написать ник. Пишем вот сюда вот наш любой ник. Желательно шифтом, ребят. И давайте сделаем его чуть поменьше. Например, на 500. Далее смотрим опять, какие цвета у нас подходят. Вот давайте возьмем белый. Копируем. Выделяем. Сюда вот опять вставляем. Окей. Все тексты у нас поменены. Теперь я хочу добавить эффектов, чтобы наша облоска не была такой серой. Вы можете использовать абсолютно любые. Скачать с Яндекса. Это особая роль не сыграет. Возьмем вот такой вот. Чисто как подсветка будет. Растягиваем по необходимости. Давайте вот так вот сбоку ее даже поставим. Вот так вот. Чтобы он еле заметен был. Нажимаем два раза на это окошечко и кнопочку вниз нажимаем. Давайте только это оставим. Затемленное такое будет. Еще можно эффектик какие-нибудь добавить. Давайте я добавлю молнию. Почему бы нет? Давайте вот так добавим. Типа с неба молния будет идти. Будет достаточно прикольно. Далее нам нужно эту молнию, чтобы она на нее сильно выделялась. За фотографию поставить. И за текст. Опять по этому кранчику. И ищем более подходящий для нас вариант. И допустим понравился вот этот вот, да? Теперь можно переходить к сохранению. Нажимаем файл. Сохранить как. Тут выбираем jpeg и сохраняем. Здесь выбираем качество. Допустим я оставлю высокое на девяточке. Нажимаем ок. Ждем когда вот это загрузится. Все. Наш проект сохранен. Ну вот что у нас в итоге получилось. Ну что же дорогой друг. Надеюсь у тебя все получилось. А если нет, то я оставлю поездный файл в описании. Чтобы ты мог сделать такую же обложку, но уже по шаблону и свою. Надеюсь вам понравилось. Поставьте лайк. Подпишитесь на мой канал. Всем удачных релизов. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...